Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами находимся в храме великомученика и победоносца Георгия города Курска, который возведен несколько лет назад на комплексе Курская Дуга. За что же почитают великомученика Георгия, об этом я предлагаю сегодня поговорить. Святой великомученик Георгий родился в начале 4 века в семье благочестивых родителей. Его отец был военачальник, а мать Полихрония была тайной христианкой. Тайной, потому что в те годы было очень сильное гонение и притеснение христиан. Но она воспитала своего сына в духе христианства. Повзрослев, Георгий избрал для себя карьеру военного. И когда ему было 20 лет, он уже был в высоком воинском звании военного трибуна и служил при императоре Диоклетиане, и был очень приближенным к нему человеком. Но, как я уже сказал, это было время гонения на христиан, и император издал новый указ, который еще больше ужесточал меры против тех, кто был последователями Господа нашего Иисуса Христа. Зная об этом, он раздал все свое имущество бедным, а он был человеком очень богатым. И на одном из торжественных собраний он открыто объявил о том, что он христианин. Первые несколько минут император Диоклетиан не мог даже вымолвить ни одного слова. Он был настолько расстроен и потрясен тем, что человек, который был приближен к нему, к язычнику, императору, оказался христианином. Но он не мог отступиться от того, чтобы не предать христианина на смерть. Он приказывает мучить Георгия, но Господь укрепляет своего верного раба. И многие люди слышали голос с неба, который говорил, Георгий, не бойся, я с тобою. Так Господь укрепил его и каждый раз исцелял его раны. Диоклетиан не негодовал, он не знал, что же происходит, почему человек, которого предали на мучение, вдруг не имеет ни одной раны на своем теле. Георгий заключили в темницу, его ноги заковали в кандалы, а на грудь положили тяжелый камень и думали, что он задохнется. Но он каждый раз оставался живым, и к нему стали приходить люди за словами утешения, и он даже творил чудеса. Один земледелец, у которого умер бык на пашне, пришел к нему и взмолился, Георгий, помоги мне, потому что это единственная моя надежда на пропитание. И Георгий ему ответил, если ты веруешь во Христа, то все в твоей жизни будет хорошо, иди домой. И когда этот человек вернулся домой, увидел, что его бык жив. Много чудес творил Георгий, но в конце концов он предал свою душу Христу. Существует предание о том, как невдалеке от того места, где был похоронен Георгий Победоносец, находилось селение, и рядом с этим селением в озере поселилось огромное чудовище, которое пожирало и людей, и животных, и своим дыханием отравляло воздух весь вокруг. И когда люди этого селения собрались к старейшинам, к жрецам, мудрецам, для того, чтобы спросить совета, что же им дальше делать, потому что жизнь их была уже невыносимой, эти жрецы сказали, нужно будет каждый день приводить юную девушку, жертву этому животному, для того, чтобы он ее поглотил. Так и было до тех пор, пока не пришлось дочери царя идти для того, чтобы принести себя в жертву на берегу этого озера, где находилось чудовище, где жил этот змей. Она присела на берегу этого озера и стала ожидать своей смерти. Но в какое-то мгновение появился всадник на белом коне с копьем в руках. Это был Георгий Победоносец, который приблизился к девушке и сказал, не бойся. Но она сказала, нет, ты должен убегать как можно быстрее прочь отсюда, потому что сейчас выйдет этот змей, это чудовище и поглотит тебя. И в тот момент, когда чудовище вышло на сушу, Георгий пронзил его копьем. И он сказал этой девушке, чтобы она накинула свой пояс на него и привела то селение, где жила. Когда люди увидели, что совершилось такое чудо, они обратились к Георгию и сказали, как ты мог это сделать? И он им ответил, я это чудо сотворил именем Господа нашего Иисуса Христа. И если вы поверите в Него, то Он приведет вас ко спасению. И многие-многие люди уверовали во Христа и приняли святое крещение. Святой великомученик Георгий Победоносец очень почитаем на Руси. И мы с вами знаем даже производные от имени Георгий. Это Юрий, Егор или Егорий, как еще называют. И даже князь Ярослав Мудрый, когда принял святое крещение, он получил имя Георгий. И тут же повелел построить храм в честь великомученика и Георгия Победоносца. Святой Георгий является покровительством христолюбивого воинства. То есть тех людей, которые, веруя во Христа, защищают Родину. И императрица Екатерина II во второй половине XVIII века даже учредила орден святого великомученика Георгия Победоносца, которым награждались самые известные военачальники. И который носился на красивой ленте из полос, чередовавшихся оранжевого и черного цвета. Жители города Москвы поместили изображение Георгия Победоносца, попирающего змия, на свой герб, который сохранился и до нашего времени. Если вы посмотрите на герб Российской Федерации, то вы увидите на груди у двуглавого орла изображение Георгия Победоносца. Святой Георгий потому и называется Победоносцем, потому что он имеет силу помогать воинам, которые на поле брани защищают свое Отечество. В 1945 году завершилась кровопролитная и страшная Великая Отечественная война. Наш город до февраля 1943 года был оккупирован немцами, но люди молились. Люди возносили свои молитвы к Богу, они служили молебны святому великому ученику Георгию Победоносцу в том числе, и их молитвы были услышаны. Ведь именно с Курской дуги и начался коренной перелом Великой Отечественной войне. Курская епархия активно помогала советским воинам в годы войны. Прихожане собирали деньги для армии, собирали одежду, продукты для тех, кто воевал, кто старался своим подвигом приблизить победу. Многие прихожане ухаживали за ранеными в одном из госпиталей города Курска. И победа была одержана. 6 мая 1945 года в день молитвенной памяти святого великому ученика Георгия Победоносца в Германии был подписан акт о капитуляции, который принимал военачальник с известным именем Георгий. Это маршал Георгий Константинович Жуков. И вот сегодня здесь, в Курске, под мирным небом, несколько лет назад был возведен этот мемориальный комплекс, где находится храм великому ученика Георгия Победоносца, на стенах которого высечены имена защитников курян, которые сражались на Курской дуге. Здесь же рядом находится триумфальная арка, которая венчается скульптурным изображением Георгия Победоносца. И здесь же рядом памятник освободителю России Георгию, маршалу Георгию Константиновичу Жукову. В самые сложные моменты, в самые трудные и опасные, во времена военных конфликтов и кровопролитных войн люди всегда обращались к великому ученику Георгию. И мы с вами тоже можем возносить молитвы святому великому ученику Георгию. Мы можем сказать, святы великому ученичи и победничи Георгия, моли Бога о нас. Я благодарю всех вас за внимание. Храни Господь. Субтитры создавал DimaTorzok